Барабанщицы арт-парада Очень хотелось приехать, с боевым духом приехали и уже ждем, не сидите с нетерпением конкурса, очень боимся, очень волнуемся, но надеемся. Приободрили участников те, благодаря кому фестиваль стал возможным и от кого во многом и зависел исход трех конкурсных дней. Глава города Николай Патов неоднократно высказывался за организацию в городе подобного международного праздника. Губернатор Николай Денин идею поддержал. С их подачи первый брянский фестиваль возглавил хореограф с мировым именем Денис Бородицкий. Он призвал участников собраться с силами и показать, на что те способны. Это замечательный праздник, который подарил вам город. И мне бы очень хотелось, чтобы все получили удовольствие от того, что будет завтра происходить. Я желаю вам удачи, хорошего выступления и самое главное, позитивных эмоций. Для нас, горожан, фестиваль это не соревнование, а большой праздник танцев. Дорогие друзья, дорогие ребята, с праздником вас! Я желаю всем участникам фестиваля в эти три дня получить удовольствие, во-первых, от участия, получить радость, получить вдохновение от тех минут, которые будут проведены на сцене, которые будут проведены в зале. А вот об этом фестивальную публику можно было и не просить. Многие в этот день специально пораньше ушли с работы, чтобы вечером привезти на площадь партизан детей. Пока одни плотной стеной осаждали сцену, другие, такие же мальчишки и девчонки, волновались за кулисами. 800 человек или 36 коллективов уже в первый день брянские зрители смогли оценить масштабы фестиваля. Настроение очень праздничное, все так ярко, весело. Дети все такие красивые, все такие счастливые. У них такая возможность показать себя и подарить нам праздник. Самое лучшее свидание, ждем веселье. Все хорошо! Будет весело, будет супер, вообще будет классно! А вот побороться за кубок города вдохновения решились не все ансамбли. Заявки на участие в хореографическом конкурсе, которому отвели целую субботу, подали 24 коллектива. Номинации 5 от классического инородного до эстрадного и современного танца. Задумка этого нашего фестиваля, действительно, он будет ежегодный, а жанры мы будем менять. И пропагандировать и поперизовывать те жанры, которые нашли развитие в нашем городе и в городах наших партнеров. И вот он момент, который стоил трехдневных усилий, подведения итогов. Денис Бородицкий, который ради Брянского фестиваля отложил все дела и даже отменил другие шоу, признался, что увиденным остался доволен. И хотя, как он сказал, в танце уже никого ничем не удивишь, хореограф поразился высокому уровню мастерства конкурсантов. Я сам бывал на фестивале и знаю, как важно собраться в нужный момент. И вчера коллективы собрались, вчера коллективы, может быть, прыгнули немножечко дальше для себя, чем они обычно это делали. Немножечко выше и немножечко быстрее. И вот эта энергия помогла им станцевать и выступить намного лучше, чем это могло бы быть. Как ожидалось, самый богатый урожай наград собрали брянские коллективы. Многие руководители честно признались, что даже подустали подниматься на сцену. Зато зрительный зал оглашение очередного победителя без устали встречал ликующими криками. Никогда не бываешь уверен, в каком количестве награды ты получишь, но надежда была, конечно, потому что очень серьезно готовились. Ребята все старались. Три дня напряжения, три дня эмоций, естественно, положительных. Дали свой результат. Все счастливы и довольны. Мы очень устали сегодня с 9 утра на ногах в парках, и поэтому уже побыстрее хотелось. Но очень было, конечно, радостно, что первые места именно во всех возрастных категориях, во всех номинациях, в которых мы участвовали. Вот это очень радостно. У этого коллектива не было, как у других, десятков дипломов и золотых глобусов. Но они заслужили самую высокую награду – гран-при первого международного фестиваля «Артлантида». Жюри конкурса единогласно присудил ансамблю «Юность» дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Кубок. Мы его не отдали никому. Он не уехал ни в Польшу, ни в Орел, ни в Говен. Он здесь. Он наш, он родной. Понимаете? Это как тебе футболисты сейчас бы налил шипанское, и все и выпили бы. Мне очень приятно. Очень. В будущем году организаторы пообещали сделать фестиваль еще более масштабным. Приглашение уже получили коллективы из Болгарии и Венгрии. Орловчане, белорусы и поляки, которым в этом году не удалось взять первое место, унывать не стали. И тоже согласились продолжить участие в Брянском фестивале. Александр Новиков, Елена Бочкарева, Игорь Сусла, Максим Кузнецов. События. Брянск.